Жители дома номер 57 по улице Богдана Хмельницкого добились того, что их дом будут сносить, а не ремонтировать. На сегодняшний день это единственный дом, который из программы капитального ремонта перешел в программу переселения из аварийного жилищного фонда. Вера Берендеева живет в доме с самого рождения. Слухи о том, что всю Богданку скоро снесут, ходили, когда она была еще девчонкой. Сейчас у женщины уже внуки, а дом до сих пор стоит. Тут потолок обваливался уже, там все, трещины идут, раму все гнилые не открыть, боимся раму открывать. И вообще, какой может быть капитальный ремонт, если уже дом в аварийном состоянии за столько лет? Последний раз капитальный ремонт двухэтажного дома проводился в конце 88-го года. С тех пор жильцы сами следят за зданием и прекрасно знают, в каком оно состоянии. Поэтому с решением включить его в программу капремонта они согласились категорически. Жаловались во все инстанции и добились своего. Дом 58-го года, он был в программе капитального ремонта 14-го года. По итогу экспертизы, технической экспертизы, дом признан аварийным на сегодняшний день. И жильцы будут, они в соответствующем порядке присилены. В доме только холодная вода. Установить бойлеры невозможно. Стены деревянные. В подвал затекает вода, из-за этого в помещениях сырые плесень. А осенний ветер беспрепятственно задувает в щели окон. В этом году заканчивается первый этап переселения из аварийного жилья по улицам Мельницкого. А дом под номером 57 отнесли к третьему этапу. Работа начинается по определению сроков переселения. И это же все связано и с застройщиками. Не только определить дом аварийным, правильно? Надо определить, в какой район, куда, по каким площадям жильцов переселить. В 2016 году начинается только второй этап. А это значит, что жильцам придется набраться терпения. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.